Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Карачаева Черкесии Евгением Гордиенко. Был рассмотрен ход работ по дорожному строительству на текущий год. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и по другим госпрограммам в текущем году будет отремонтировано около 40 километров дорог. В том числе и в республиканской столице в нормативное состояние будет приведено 27 участков дорог общей протяженностью 13 километров. В настоящее время дорожники приступили к ремонту автодороги Черкесск-Исправная-Сторожевая. На шестиккилометровом участке между аулами Псаучедахи и Беслиней, а также двух участков дорог Черкесские по улице Юбилейной. Кроме того, в ближайшее время стартуют работы по реконструкции стадиона Саулук в Карачаевске. Сдача данного спортивного объекта также запланирована на текущий год. С 2020 года Карачаева Черкесия участвует в федеральном образовательном проекте «500 плюс». Насколько успешно он реализуется в школах республики. Этой теме было посвящено совещание в региональном институте повышения квалификации работников образования. Подробности репортажа Артур Мхце. Вторая школа – одно из двух общеобразовательных учреждений Черкеска, попавших в федеральный проект «500 плюс». Пока большинство рейтингов определяют лучших в той или иной номинации, вторую и восьмую городские школы по итогам прошедшего в 2020 году мониторинга включили в экспериментальный список организаций с низкими результатами. По мнению экспертов, есть шесть рисков, которые так или иначе проявляются в образовательном процессе. В их числе дефицит педагогических кадров, высокая доля учеников с плохой успеваемостью, недостаточные мотивации обучающихся и уровень оснащённости материально-технической базы. Впрочем, сделанная под руководством кураторов работа над ошибками позволила этому учреждению всего за пару лет войти в пятёрку лучших в Черкесске. Муниципальный этап, региональный этап. У нас тоже там были низкие показатели в 2019-2020 году. Это было у нас рейтинговое место только всего лишь на 13-м месте были. В 2020-2021 году школа вышла на 6-е место. Вот прошёл этап, в 2021-2022 год мы уже на 5-м месте. Рейтинг наш растёт. Для успешной реализации данного проекта управлением образованием мэрии города Черкеска была проделана определённая работа. Это создание координационного совета по поддержке школ с низкими образовательными результатами. Это разработка дорожной карты, в соответствии с чем уже координационный совет работал. Это назначение муниципального координатора, который обеспечивал контроль эффективной работы данных школ по проекту. Впрочем, нельзя говорить, что ранее попавшие в образовательный процесс 500 плюс школы слишком уж выбивались из общего списка. В большинстве подобных учреждений региональной столицы есть схожие проблемы. Например, необходимость качественного пополнения педагогического состава. Желательно молодыми специалистами, на которых можно будет рассчитывать на много лет вперёд. Так, вторая школа всего за пару лет пополнилась восемью такими педагогами. Собственно, поиск решения важных образовательных задач и стоял в приоритете у участников прошедшего на днях совещания в региональном институте повышения квалификации профильных работников. Как выйти из данной ситуации? Учителя повышают квалификацию. Дети привлекаются в секции дополнительного образования. С детьми применяются новейшие образовательные технологии и так далее. В том числе у нас налаживается сетевое взаимодействие. То есть мы всецело используем все ресурсы, которые нам позволяет национальный проект образования. За три года, что существует федеральный проект, участие в нём приняли 29 школ Карачаево-Черкесии. По задумке инициаторов, итогом 500+, должно стать выполнение стратегической цели, поставленной президентом России – войти в десятку лучших мировых систем по качеству образования. Артур Мхцера, Солбердиев, Максим Долгов. Вести. Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Свой клад в увеличение памяти и сохранение истории республики внесла Почта России. Знаковому событию столетию образования Карачаева-Черкесской республики посвящен выпуск специальных конвертов тиражом 50 тысяч штук. Памятная церемония гашения штемпелем одного дня с участием членов правительства, парламента и руководства управления Почты по республике состоялась черкесским. В отделение Почты почетные гости поставили свои подписи на юбилейных конвертах. На покашенной марке изображена карта «Уникальная природа», герб, флаг Карачаевой-Черкесии, а также гора Эльбрус. Так что жители нашей и разных стран мира смогут узнать о юбилейной дате нашей республики. В коллекции филателистов появится еще один памятный экземпляр маркированного конверта с литерой. Сохранение памяти – это важнейшая задача. Сохранение памяти о столетии со дня образования нашей любимой прекрасной республики – это важнейшее мероприятие вдвойне. Во все времена основной задачей Почты являлась передача данных во всех ее проявлениях. И вот несмотря на развитие цифровых технологий, несмотря на все процессы, которые меняются, значимость Почты, она не меняется. На сегодняшний день в Российской Федерации Почты проходит ряд интересных, важных модернизационных процессов. Вы знаете, в отделениях почтовой связи появляется возможность получения государственных и муниципальных услуг. Можно получать будет лекарства в отделениях почтовой связи, особенно в удаленных районах. Это очень важно для наших жителей. Ведь важнейшая задача в нашем регионе, как и во всей стране в целом, это повышение качества жизни. В селе Учкикен в историко-краеведческом музейном центре Малокарачаевского района «Румкала» прошла выставка, посвященная 70-летию руководителя районного отделения общественной организации «Карачаиланхалка» Убекира Узденова. Он был настоящим патриотом своего народа, внес неоценимый вклад в сохранение материалов о депортации карачаевского народа и в установление различных памятников, посвященных значимым датам в истории нашей страны. Подробнее о мероприятии расскажет Алихан Лепшоков. Он был энергичным и активным общественным деятелем. Аубикир Узденов внес огромный вклад по сбору большой исторической информации о жертвах депортации карачаевского народа. Аубикир Харунович проделал огромную работу по сохранению памяти имен героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На выставке в Краеведческом музее «Румкала» в фотографиях представлены яркие моменты жизни Аубикира Харуновича. Также повестители увидели множество памятников, установленных усилиями Аубикира Узденова. Председатель общественной организации «Карача-Ланхал» Руслан Хава подчеркнул, что он был тем человеком, который занимался сохранением исторического и культурного наследия карачаевского народа. Этот человек хотел, чтобы его народ, карачаевский народ, сохранял свои исторические корни, обычаи, нравы, общественные устои, мораль, этику, культуру. В конце концов, все то, что определяет как народ, как нацию, чтобы эти черты были сохранены, приумножены. И прикладывал очень много усилий, чтобы это свершилось, чтобы люди обратили на это внимание. Аубикир Харунович долгое время проработал учителем и возглавлял первую школу села Учкекен. Собравшиеся на выставке отмечали его качество настоящего лидера, болеющего всей душой за историю и культуру своего народа. На выставке также была представлена фотография, помянник героям Великой Отечественной войны, которую Аубикир Узденов хотел реставрировать, но из-за болезни так и не смог начать работу. Аубикир Узденов – это личность моего народа. Он был сам подлинный интернационалист. Для него свято было честь, порядочность, служение народу, ежели чем материальное состояние жизни. Много я с ним проработал, многому от него научился. Родственники поблагодарили всех гостей за теплые слова в адрес Аубикира Узденова и подчеркнули, что несмотря на то, что его сегодня нет с нами, но память о его деятельности будет жить вечно вместе с карачаевским народом. Я очень благодарен множеству людей в Малом Карачае и не только в Карачае, которые во время нашей трагедии были с нами, поддержали нас, как и сегодня. Я очень благодарен этим людям. Очень благодарен этим людям. Дай Аллах этим людям сил, здоровья на долгие годы. Аубикир Узденов был организатором многих мероприятий. Так, в 2017 и 2019 годах по его инициативе были организованы и проведены Дни культуры карачаево-балкарского народа, на которых была представлена высокая самобытная культура. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Во дворце спорта юбилейный состоялся фестиваль ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню здоровья. Собрались все от мала до велика. Самому младшему участнику едва исполнило 6 лет, а старшему – за 60. Все они демонстрировали фееричный настрой, а также бодрость и силу духа. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Цель фестиваля – пропаганда и популяризация физкультуры и спорта для сохранения активного образа жизни, социальной адаптации инвалидов и взаимодействия их в обществе. Невозможно было не увидеть искренние лица участников. В глазах их читался азарт, восторг, желание проявить себя в разных видах спорта. Под музыку выполнялись различные упражнения, а также в перерывах можно было увидеть танцующих ребят. Я уверен, что вы все сдадите достойно, кажется, в соответствии со своей степенью, возрастной степенью, свои результаты. Поэтому я в первую очередь желаю вам настроение, успехов, всего самого хорошего. Самые красивые, самые смелые, самые добрые вы здесь собрались, и очень приятно смотреть на вас, и очень приятно, что вы полноценно, каждый из вас включаете в свою жизнь, в спорт, в здоровый образ жизни. Более 85 человек приняли участие в мероприятии. Присутствующие показали ловкость, смелость, выносливость по следующим семи дисциплинам. Поднятие туловища из положения лежа на спине, подтягивания на турнике, отжимания, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель и другие. Если вы сейчас походите по базам, посмотрите, они прям соревнуются, как за первое место. У нас здесь различные виды инвалидности, и под каждую инвалидность предусмотрен норматив, который именно для его здоровья подходящий. И пойти посмотреть, там у них жаркие споры. Очень интересно, что соревнования проходят во всех возрастных категориях. Ввиду этого конкуренция и соперничество возрастает, интерес к спорту вырастает все больше. Были бурные споры, было веселье, было желание победить. Ну а самое главное, все участники относятся с большим уважением друг к другу. Спорт – это жизнь. Веруй в себя. И удачи. Всех присутствующих поблагодарили за участие во всероссийской акции «Готов к труду и обороне» и наградили дипломами и сертификатами. Альбина Курачинова, Кенжева, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкисия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных. Всероссийская акция «Готов к труду и обороне» и сертификатами. Всероссийская акция «Готов к труду и обороне» и сертификатами.